Подходит к концу первая неделя сезона величия, который, по моим оценкам, не стал пинать ногами в комментариях только ленивый. Причем каждый за свое, хотя я вот, например, плотно заседал со вторника до пятницы после работы и старался прокачать лайтуху как можно сильней к испытаниям Асилиса. И вообще-то, пока, все кроме недосыпа и недостатка времени, меня устраивает. Но вы-то напишите в комментариях, что не так, или что так, с новым сезоном. Ну а я, Джохну Лехну, предлагаю вам вновь прочесть главные и самые яркие новости прошедшей недели из сообщества игры. Невероятные новости. На старте нового сезона не было ни очередей, ни падения серверов. Игроки просто включили игру и поиграли. Ну разве не прекрасно? Steam версия игры получила дополнительные протоколы безопасности от манипуляций с сетью. На нашем любимом форуме Reddit сообщают, что с выходом обновления 2.8.0, это как раз тот, что с последним сезоном, клиент игры в Steam стал использовать Steam Network Sockets, который скрывает ваш IP в игре. Что это значит? Ну во-первых, школьники больше не будут орать вам в чате, что они вас по IP вычислят за то, что вы их пятый раз подряд из ёптона убили в гарниле. Кто-то сейчас вообще угрожает вычислением по IP. А во-вторых, данные меры должны помешать игрокам дудосить других игроков, обрушая тем самым моим сеть во время важных матчей. Разумеется, эти меры были приняты к грядущему, а к моменту выхода этого ролика уже к идущему, ивенту испытания Асириса, так что новость безусловно хорошая была бы, если бы консольщикам тоже подрубили нечто подобное, поскольку на Xbox и на PS4 читов нет, нечестным и не совсем здоровым людям остаётся использовать только дудос. Так что именно на этих платформах вопрос со злоумышленниками, использующими манипуляции соединением, стоял и продолжает стоять особенно остро. Разработчики сообщили, что для последней рейдовой печати рейд не нужно было закрывать без смертей. Вот так вот. Наш любимый комьюнити менеджер DMG04 сообщил в твиттере шокирующую новость. В этом сезоне добавили три печати. Сезонная, посвящённая испытаниям Асириса, и засумеречные налёты Грандмастер-сложности. Ну так вот, на добавлении новых печатей всё не закончилось, оказывается в печати за рейд Сад Спасения был один неприятный баг, о котором никто не догадывался. В этой самой печати Просветлённой, с началом этого сезона был убран один из шейдеров, который можно получить пройдя рейд без смертей. Да, вы всё правильно поняли. Нахождение этого шейдера среди требований на печать – баг. Так что никакого флоулес прохождения не нужно было для триумфа. Именно по этой причине среди требований на печать не было триумфа на прохождение без смертей, а вот шейдер был. Его просто забыли убрать. Ну отвлеклись там, чего, с кем не бывает. С началом сезона величия система отображения счётчиков на эмблем изменилась. Как вы, наверное, и без меня уже успели заметить, ведь интерфейс в игре в целом немного обновился, и теперь некоторые плашки и меню выглядят чуть иначе. Но особенно в глаза бросается то, что теперь вся та инфа со статистикой, что была у вас на эмблеме ранее, куда-то исчезла. То есть вот все эти 2000 убийств в железном знамени под действием дебафа, количество соло прохождений чего-нибудь и там длина вашей пиписки, все эти цифры, которые раньше неизбежно оказывались на вашей эмблеме персонажа, и соответственно все могли их видеть и обсуждать, осуждать, пропали. Но не совсем. Теперь эмблемы можно настраивать на своё усмотрение. Хотите, покажите на эмблеме, сколько рангов вы набили в сезоне. Хотите, кд засветите. Всё на добровольной основе. Мне такое изменение понравилось, поскольку были вот вроде бы красивые эмблемы, но эти счётчики долбанной постоянно отвлекали, мешали и портили всю картину. Однако некоторые счётчики пропали из игры совсем. Например, счётчик золотых медалей из Горнила. Но вот разрабы сказали, что работают над их возвращением и над добавлением ещё горсти новых. На прошлой неделе несколько стражей из французского сообщества продемонстрировали доброту и щедрость, организовав благотворительную акцию. В таких своих новостных выпусках я бы хотел рассказывать не только о цифрах урона, которые поменяли, или не только о том, какой там патч, когда выходит, но и о важных и заметных событиях в жизни игроков и сообщества. Как раз одним из таких событий стало то, как стражи из французского комьюнити проявили небывалую отзывчивость к ближнему и на 72-часовом стрим-марафоне собрали для больной лейкемии девочки Камиллы почти 11 тысяч евро. Французский комьюнити-менеджер поблагодарил всех причастных к событию в последнем выпуске на этой неделе в Банджи и ещё раз обратил внимание на то, насколько важно быть добрее друг к другу. Такое напоминание точно не повредит всем остальным. Разработчики не спешат раскрывать способы борьбы с читерами, но заверяют, что на это брошены дополнительные силы. Оно и понятно, что никто не объявит, так, мы будем бороться теперь вот этими способами, а хотя нет, давайте вот этими способами. Нужно помнить, что любая подробная информация о безопасности вряд ли успокоит честного игрока, но совершенно точно даст нечестному игроку чёткое понимание, как эту систему безопасности обойти. Так что, кроме как верить на слово, нам ничего не остаётся. За вечер и ночь первых испытаний Асириса я встретил одного дудосера, который обломал мне шестую победу, и две команды с автоаимом. Притом, вторые были менее страшными, с ними хоть чем-то бороться можно. Ну и кстати, там же разработчики объявили, что очень важно, чтобы вы репортили тех игроков, которые, по вашему мнению, играют с применением каких-то приколов. Так что, на совесть сообщества возложены вопросы безопасности. Не забудьте подписаться на мой канал, вступить в нашу группу ВКонтакте, а теперь ещё и на Твич. Там я потихоньку буду оживлять наши стримы, показывать, рассказывать что-то и отвечать на ваши вопросы. Ссылки будут, как всегда, в описании. А если вам нравится такой формат видео, то вы можете помочь мне с его совершенствованием, подписавшись на страницу Патреон. На этом у меня всё, спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok